здравствуйте уважаемые подписчики сегодня мы вам покажем новое устройство немножко не совсем новое немножко не совсем устройство то есть это ксс вы его уже много раз видели в наших видео но внутри немножко стоит другое сейчас мы вам покажем что место модема мы сюда установили переходник под модуль можно просмотреть поближе наверно его будет мы перепаяли пиктейлы и внутри у нас установлен уже сейчас мы вам покажем модуль вот такой вот модуль модуль 6 категории переходники на юсб сбоку установлена сим-карта отличаются адаптеры по цене комплектации то есть вот этот адаптер имеет возможность ну или можно так сказать что модуль приподнят от основной платы на существенное расстояние тем самым лучше охлаждение происходит чем еще модуля отличаются по цене сейчас покажем значит отличаются они устройством преобразования вот здесь вот стоит эта микросхема черненько это шинка то есть она соответственно лучше рассеивать тепло чем в более дешевых вариантах где стоит очень маленькое устройство но в принципе наверное не сильно это влияет но все-таки модуля по цене отличаются и соответственно компоновка деталей также разные то есть где-то сим-карт оставляется сбоку где-то что там вырезано под палец где-то оставляется сверху качество пайки отличается у каких-то есть значит переходничков отвертки болтики в комплекте у каких-то вы будете сами искать какие-то на зажимках ну соответственно все это дело всякие эти зажимы возможно от вибрации это нет не так надежно когда на улице установлено или в доме но не суть вот такой вот новый ксс шестой категории берем обратно то есть устанавливать его можно соответственно на улице в доме варианты бывают разные установки то есть можно прямо на окошечко поставить подключать можно к роутеру компьютеру на данный момент подключили к ноутбуку напрямую ну и сейчас посмотрим посмотрим как это штукенция работает до базовой станции у нас здесь небольшое расстояние порядка 300 метров что нам здесь еще возможно нам понадобится давайте посмотрим как работает данное устройство на компьютере значит у нас на сайте можно будет скачать в разделе где этот модуль драйвера для него для windows а просто устанавливаете и все работает у вас значит для компьютера в принципе более ничего не нужно после установки драйвера здесь вы увидите на данный момент здесь стоит установлен мегафон никаких дополнительных настроек не требуется просто вставили установили драйвер ну вставили установили драйвер все пошло можем посмотреть как работает откроем ежиком так здесь мы видим соответственно мы можем посмотреть что мобильная сеть вот работает до уровень сигнала какой-то значит в настройках windows а можно посмотреть посмотреть также сотовую сеть можно посмотреть дополнительный параметр модуля увидеть что на данный момент подключен именно к yoktel ep06 тип сети ну какие-то характеристики номер сим-карты и так далее вот никаких больше манипуляций здесь делать не получится для того чтобы здесь что-то сманипулировать с модулем или управлять модулем придется использовать какое-то старание стороннее программное обеспечение сейчас продемонстрируем так ну работает интернет давайте откроем спидоносца так интернет метр от яндекса и откроем спид тест спид тест открываем так ну давайте начнем с яндекса что нам покажет по скорости также мы можем наблюдать скоростью здесь вот в интерфейсе вот скорость 114 мегабит была где-то скачки были видны сейчас еще раз сделаем замер для того чтобы было более менее понятно вам так давайте тогда сделаем вот так вот и вот так вот значит скорость можно будет наблюдать вот здесь вот здесь вот показывает какую-то другую скорость так что нам надо как нам еще раз померить еще раз давайте еще раз померяем понаблюдаем что будет происходить видим скорость прыгает ну видно что в прошлый раз была скорость выше ну где-то в районе 100 мегабит 800 мегабит работает сейчас сделаем еще раз тестик так давайте еще раз делаем замер заметьте что это все работает на удлинители в 9 метров на ксс и вот она модуль стоит там что-то короче яндекс притупливает конкретно причем хотя первый раз хорошо показал давайте вот теперь посмотрим на спидоносцы сервер выберем вот примерно наблюдаем порядка 50 60 мегабит 45 ну это уже базовая станция здесь 140 160 90 тут с этим ничего не сделаешь тут 1115 показывает в общем то работает модуль сейчас выберем другой сервер посмотрим может быть скорости а будут лучше хотя уже вот 930 утра и возможно уже вышка загрузился вот что-то как-то в начале на яндексе за сотку завалил а сейчас уже что-то как-то тяжело ему ну вот хотя вот здесь мы видим что здесь вот какие-то скачки есть по интерфейсу а здесь вот показывает чуть меньше ну в общем то вот модуль работает в принципе значит для управления модулем нам наверно понадобится какое-нибудь приложение но можно еще раз яндекс крайний раз вообще вот не знаю покажет не покажет чего можно здесь наблюдать 97 104 но что-то около сотки но видать вот 99 ну вышка такая ничего с этим не сделать он закончили с тестированием значит как посмотреть что и как у нас есть это мы вначале в интерфейсе смотрели в windows и но есть конечно раньше в windows и был терминал для управления но сейчас это все неудобно тем более что при у qtel есть собственное программное обеспечение также можно будет загрузить архив сайта где находится модуль просто распаковываем архив не запускаем приложение здесь нажимаем далее 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 здесь вот показана картинка что нужно выбрать порт сайте выбрать вот это значение остальное не меняем запускается но иногда вот может антивирус у вас чего-нибудь спросить порт выбирается вот здесь то что мы с вами видели то есть вот по умолчанию может стоять но здесь обычно сразу же выбирается этим принципе что мы можем посмотреть щелкаем сюда connect информация модуль информация в операторе информация сим-карте можем посмотреть какое установлено программное обеспечение здесь же можно управлять командами то есть выбирать диапазоны на модуле вот именно это приложение как раз таки и позволит вам выбирать бэнды и так далее сейчас мы вам это немножко продемонстрируем открыли значит подсказку сейчас мы и сюда смотрим значит значит как посмотреть что же у нас сейчас в текущем диапазоне диапазоне то есть смотрим значит команду вырезать так вот сделаем чтобы вам было немного понятнее раз у нас так все значит смотрим каком сейчас диапазоне находится наш модуль копируем вставляем нажимаем видим что это у нас band 7 несущая такая вот на самом деле здесь по моему ловится у меня еще бы 3 и по 7 плюс b7 работает агрегация по сути там вот значит но я выписал одних одни из основных в принципе это все в мануале есть все это есть в эти документации к модулю нужно посмотреть то есть смысл какой b4 b3 это четверочка b7 это 40 меняется вот это вот команда взята полностью из управления этим модулем то есть сейчас у нас стоит чисто b7 можем поставить b3 убираем скопируем ее вставляем так что то мы здесь убираем нолик то есть четверочку оставляем вот здесь вот это у нас равно b3 команда принята можем соответственно посмотреть какой у нас диапазон сменился ли он не сменился видим что ушел на b3 в принципе давайте сразу же проверим скорость на b3 но явно она будет меньше также здесь можем наблюдать ну видим что на b3 не ахти скорость данный модуль не имеет возможности работать b3 плюс b7 плюс b7 он может работать только b7 плюс b7 либо b3 плюс b7 то есть три несущего нагрегировать не может вот поэтому не получится у нас нам нужно модуль наверно двенадцатой категории чтобы попробовать сложить b7 плюс b3 плюс b3 ну это мы как-нибудь тоже попробуем сделать значит что еще по вот этому терминалу здесь есть можно записать данные команды и не копируете вставлять то есть нажимаем нижнюю часть здесь можно нам так скажем прописать наши команды какие мы хотим ну чтобы удобнее было переключаться это же все дело можно сохранить будет и при включении чтобы автоматически там подымалась то что нам нужно ну вот например 44 как как получить бенд b3 плюс b7 значит мы здесь должны указать сложить суммы 4 плюс 40 и того 44 вот соответственно если нам какая-то из команд не нужна то мы можем просто галочку убрать и нажать run запустить он предлагает запуск в одну миллисекунду то есть вот соответственно даже наверное было не так надо было вот так вот смене диапазона и галочку убираем нажимаем еще раз в принципе просто то есть можно не скопировать можно галочками включать то что нам нужно смотрим да видно что мы сейчас ушли на b7 но агрегация b3 плюс b7 автоматически на базовой станции она почему-то прыгает 7 плюс 7 а не 3 плюс 7 поэтому здесь он нам и пишет вот это дело еще раз и тест ну видим опять же скорости под 100 мегабит здесь мы видим 100 здесь мы видим 60 но яндекс есть яндекс мы спидоносец тоже то есть верим уже как бы данным с компьютера торрент вот на чем мы можем тестануть это наверно торрент так сейчас мы их удалим у нас какие-то тестовые загруженные данные были добавим но сейчас мы по торренту как раз таки с вами и посмотрим какая скорость закачки будет у нас как мы можем но не убрать да вот так вот вам будет видать и видно вот здесь внизу скорость загрузки пока вот идет в районе пяти мегабайт секунду сразу же видим наблюдение по скорости я думаю что сейчас разгонится тренд обычно до сотки разгоняется надо подождать буквально минутку две но что-то это в таком варианте можно использовать уже в ближайшее время можно будет у нас заказать ксс с переходником уже с модулем уже полностью готовы то есть можете ставить устанавливать если у вас раньше там стоял модем вы всегда можете а ну переходничок нужен да то есть просто так не получится поменять в нем модуль на модем потому что и модем на модуль потому что пиктейл они не подходят ну вот в принципе видим что где-то в районе ста с чем-то мегабит работает 10 мегабайт секунду шлепает базовая станция да на данный момент здесь у нас стоит мегафон без лимит за тысячу рублей в месяц торрент работает как видите еще раз покажем что все выключены работает сотовые данные windows 10 надо стоит ну было бы вышка покруче может быть на 12 категории на модуле мы сможем с трех диапазонов собрать и скоростя будут еще лучше если бы конечно встать бы пораньше часов в 5 утра и потестировать я думаю что было бы наверное в районе 150 мегабит ну так рано тяжело очень встать ну сейчас даже видим что торрент пытается сейчас до 11 мегабайт секунду разогнаться с трудом сейчас вот вим 11 мегабайт секунду может быть даже до 12 дойдет если еще подождать какое-то время вот файлики качаются ну ладно файлики мы останавливаем они нам не нужны ну в общем то вот все что хотели показали вам по данному устройству значит что здесь еще здесь и мы видели видим версия программного обеспечения сейчас покажем как его перепрошить но это будет уже отдельное видео по прошивке модуля обновление программного обеспечения но это если опять же кому-то это будет нужно вот такое устройство давайте еще раз вам его покажем вот он ксс с модулем скоро будет в продаже можно будет заказывать в принципе желающие могут прислать на нам свое устройство на переделку на перепайку пиктейлов либо вы в принципе можете приобрести у нас модуль и пиктейлы ну и найти какого-нибудь человека который вам их припаяет перепаяет адекватно сделает и в принципе при желании принципе можно купить паяльник там не знаю за 200 рублей и и все что к нему нужно и ну при прямых руках наверное это сделать самим в принципе если будет интересно можем даже снять видос как это делается ну тут конечно уже не видео переходит в какой-то хендемейт да сделай сам иногда некоторые просто не знаю как это работает вот подписывайтесь ставьте лайки комментируйте интересно ли вам было вот это дело но это уже так скажем продолжение модема то есть намного уже круче чем юсби модем многие выражают благодарность за видео лучше нам помогите на машинку собрать хоть какие-нибудь денежки всем спасибо удачи спасибо